Да, еще раз здравствуйте. Начну с благодарности, в первую очередь, нашим партийным товарищам, соратникам, партнеристам, отказку, главной войти, нашим членам партии, всем сторонникам, всем товарищам, кто приехал, помогать из других регионов контролировать российские выборы, следить за ходом голосования. Также я хочу поблагодарить наших товарищей из Центрального комитета партии Геннадия Андреевича Зуганова, всем председатам государственного комитета, который приезжал к нам в ЦК Юрию Вячеславовичу Афганиеву. И, конечно, огромное спасибо за поддержку избирателям республики Хакайси. Также хотел бы поблагодарить и всех жителей России. Я получал много сообщений, песен, звонков со словами поддержки. Действительно за нас переживала вся страна. И хотел бы сказать спасибо за хорошую организацию дня голосования членам участковых избирательных комиссий, территориальной комиссии, председателям. Выборы прошли достойно, серьезных нарушений действительно не было. Также спасибо и правоохранительным органам, которые обеспечили безопасность на участках и своевременно реагировали на все замечания наших наблюдателей и членов избирательных комиссий. Ну, сейчас отчетливо осознаю, что перед нами стоят действительно сложные задачи. Вы сами знаете, в каком положении сегодня находится республика. После вступления в должность непосредственно приступлю к формированию структуры в органах исполнительной власти республики представим ее. Предполагается по срокам Конституции Республики Кокосе Верховный Совет. И также стоит сложная задача по принятию бюджета на 2019 год. Ее придется решать одновременно с принятием структуры органов исполнительной власти, формирования правительства. Ну, я думаю, что подойдем к этому рационально, на конкурсной основе. И все у нас должно получиться. И, безусловно, проведем переговоры с исполняющим обязанности. Сейчас главу республики Кокосе Развожаевым Михаилом Владимировичем. Потому что вы знаете, что бюджетом как раз на этот месяц выпала ему доля заниматься. Я думаю, мы это обсудим. И, видимо, после вступления будет поездка в Москву, чтобы наладить контакт с федеральным центром, с правительством, с администрацией президента, встречу с руководителями фракции. Здесь Геннадий Андреевич, Адюганов. И, полагаю, что наладим работу, будем развивать республику. Спасибо. Юрий Иванович, Адюганов. Добрый день, уважаемые друзья. Действительно, хотелось бы сказать слова благодарности всем, в первую очередь, конечно, жителям республики Хакасия. Мы, депутаты Государственной Думы, много проводили встреч, вчера объезжали избирательные участки. Очень доброжелательная обстановка. Очень открытые люди, которые хотели перемен, и мы уверены, эти перемены будут лучше. Еще очень важный момент, о котором хотелось бы сказать. К сожалению, часто последние, особенно дни голосования, сопровождались определенными скандалами. Для меня есть четкое ощущение, что, не беря вот эти проекты, народная глава и всю ту шумику, которая была на протяжении всей избирательной кампании. Я думаю, что избирательная кампания, которая тянулась столько месяцев, вообще войдет в историю. Еще надо разобрать и с юридической, и с организационной, и с правовой точки зрения эту избирательную кампанию. Но вчера, день голосования, те замечания, которых практически не было, не считая еще раз проекта народной главы, они были практически образцованы. Быстрый подсчет голосов, введение протоколов в систему газвыбора, фактически отсутствие каких-то сборов. То есть избирательная комиссия, территориальные, участковые вместе с нашими наблюдателями, членами комиссии с правом совещательного волоса, отработали вообще практически вчера идеальную модель. Если посмотреть на эффективность работы правоохранительных органов, они тоже обеспечили безопасность и порядок. Начиная от избирательных участков, заканчивая выезда с переносными урнами. И я думаю, что вот эти вот выборы, день голосования, который проходил, подсчет голосов, должен стать эталонным на ближайшие выборы по всей стране. И мы максимально уже по приезду в Москву, а здесь и депутаты Государственной Думы находятся, и с Центральной избирательной комиссией обязательно проведем встречи, и как бы подведем итоги. Обязательно Государственной Думе будет освещена наша позиция. Очень важно. Если посмотреть на электоральные результаты, избирательная комиссия, я знаю, сделает в ближайшее время анализ. Сегодня уже было выступление председателя республиканской избирательной комиссии. В целом, мы видим, что во всех районах Валентин Олегович добился высокого победного результата. С другой стороны, очень важно, что несмотря на очень такую напряженную кампанию, явка избирателей выросла. Некоторые говорили, что интерес к выборам будет менее высокий. Явка выросла. Люди пошли на избирательные участки. Отмечен серьезный прирост голосов Валентина Олеговича по всей республике. И мы можем говорить, что примерно на 30 тысяч избирателей проголосовало за Коновалову больше, чем в первом туре. Есть интересные вещи. Это во многом подтверждает наши догадки о том, что в первом туре, конечно, Коновалов должен был выигрывать. Вот берем Ширинский район. Там работала наша сильная команда вместе с местными товарищами из Алтайского края. Мария Крусакова здесь присутствует. Что у нас было в первом туре? Очень интересный результат. За Коновалову проголосовало 23,11%. При Явке 63%. Сейчас мы имеем 69, почти 70% за Коновалову. Явка 46%. Это фактически единственный район, где Явка уменьшилась почти на 20%. Если по всей республике она выросла, то там уменьшилась. У нас нет пока подтвержденных данных о первом туре, что там были фальсификации, но математика показывает, что видно там считали совершенно не так, как надо было считать. И во многом за счет Иширинского района была украдена победа. Я думаю, что после пресс-конференции кому-то из журналистов будет интересно пообщаться с нашими товарищами. У нас здесь и Томский, и Алтайский, и так далее. О своих впечатлениях. Это наши депутаты, они сами возглавляют в регионах фракции. То есть как проходил процесс. Но мы должны четко понимать, что, надеясь сразу после вступления в должность Валентина Олеговича, одна из главных задач – это демократизация избирательных процессов, отношение населения с гражданами, свобода от слова. Они будут не на словах, а на делах. Это тоже очень важная задача, помимо решения экономических вопросов. Потому что открытое общество, демократия, честные выборы – это одна из главных программных установок, с которыми в том числе и Валентина Олеговича, и вся наша команда шла на эту выборную кампанию. Ну и, конечно, правильно сказали, это бюджет региона, бюджет Российской Федерации. Вы знаете, что на этой неделе Государственная Дума будет принимать во втором чтении бюджет Российской Федерации. Вера Анатольевна Гонзяевна, депутат Государственной Думы, член бюджетного комитета. Она с нами вчера была, но уже сегодня вретела. Вечером пройдет заседание бюджетного комитета. Конечно же, для всей фракции КПРФ, наряду с поддержкой всех регионов Российской Федерации, мы особое внимание уделяем там, тем регионам, где руководителем являются наши товарищи коммунисты. Сергей Георгиевич Невченко, Иркутская область, Андрей Евгеньевич Ковычков, Орловская область. И, конечно, при формировании федеральных программ, участия регионов, мы максимально будем уделять вопросам вхождения в эти федеральные программы Республики Хакасия и окажем максимальную поддержку Валентина Олеговича и его команде, которая здесь будет сформирована в Республике Хакасия, для того, чтобы федеральный центр не обделял регионы. Я уверен, эта поддержка плюс эффективный расход для местных ресурсов, она позволит в ближайшее уже время серьезно прибавить в развитие Республики, ну и даст такой серьезный толчок к развитию социальной и экономической сферы региона. Спасибо большое. Мы можем перейти к вопросам. У меня просьба представляться. Пожалуйста. Меня зовут Александр Тимофеев, семейственный канал. У меня вопрос к Валентину Олеговичу. Мы уже сегодня начинали говорить о команде новой, да? Есть ли какое-то понимание, кто из министров останется, кто уйдет? Я услышал конкурсную основу, отсюда очень далеко, но очень хорошо слышно. Можно конфликтизировать чуть-чуть? То есть кто это будет? Это будет полностью новая команда? Это будет частично новая старая команда? Да, ну я уже в ходе избирательной кампании на этот вопрос неоднократно отвечал. Мы будем формировать правительство на конкурсной основе. Естественно, сегодня, после вступления в должность, будем проводить переговоры с Верховным Советом, с партиями политическими, которые у нас здесь представлены, с общественными организациями, лично встречу со всеми действующими министрами. Ну вот это большая работа, будем изучать дела тех людей, которые будут претендовать на эти должности, личные дела. Ну и что касается действующего состава правительства, тут будем подходить индивидуально. Пожалуйста, Валентина Олегович, это Артас. Продолжая кадровую тему, вот что касается, разговаривая с вами, Верховный Совет должен определиться с сенатором, с Украиной. И вы, собственно говоря, в этом направлении есть какая-то определенность? И не могли бы вы напомнить трех кандидатов с должностями? Ну, мной было представлено действительно три кандидатуры. Это Шубаев, Валерий Константинович, это Лушников, Валерий Иванович, и Усатюк, Валерий Кудрович. Да, двое из них преподаватели, кандидаты на наук, это Шубаев и Лушников. А Усатюк, Валерий Петрович, он секретарь по агитации и пропаганды Хакасского регионального управления, депутат Дорсовета Абакасского на сегодняшний день. А по поводу, кто из них встанет, да, я так интересуюсь, я думаю, ну, это решение будет приниматься партийным образом. А когда? Ну, в соответствии со сроками, то есть я так думаю, что в течение месяца до ближайшей сессии партия определится. А скажите еще, вот от Верховного Совета нет представителя Совета Федерации, Серебрякова не избрали, вот эта тема, когда вот этот вопрос... Эта кандидатура станет предметом, опять же, политической и общественной дискуссии с другими партиями, общественными организациями. То есть мы понимаем, что, очевидно, если кандидатура одна будет представлена от РФ, то, наверное, так вот для уравновешения сил вторая кандидатура, возможно, будет это на политической силе. Возможно, нет. То есть мы готовы на диалог, мы будем правительство, опять же, формировать на коалиционной основе, и такие же принципы мы будем пропагандировать и в Верховном Совете. Можно я по совету Федерации добавлю? Действительно, Валентин Олегович предложил, как кандидат на Русловой Республике кандидатуру, Валентин Олегович отбегал партии, ну и с самого начала, когда встречались с Геннадьем Андреевичем, определились, что позиция региона, конечно, личная позиция Валентина Олеговича будет высказана, мы примем решение. Мы все прекрасно понимаем, что роль члена Совета Федерации, она должна быть не декларативной, декоративной, а его роль – это серьезного представителя и лоббиста интересов Хакасии на федеральном уровне. Это помощник, должен быть хороший Валентин Олегович на федеральном уровне, используя полномочия члена Совета Федерации, ну и помощник нас, депутата Госдумы, поработать с министерством, ведомствами, органами власти. Поэтому, конечно, затягивать никто с этим решением не будет, но надо, чтобы это был человек, который максимально отрабатывал в единой команде. Такая же позиция политическая и здесь. На самом деле, Совет Федерации, я думаю, что и для Валентина Матвиенко, и для всех нас, очевидно, что это люди должны быть фигурами, которые работают, отстают интересы. Поэтому, я надеюсь, что и Верховный Совет, а там есть многообразие мнений, нет одной партии, которая может доминировать и принимать решения, все-таки это будут люди, которые будут работать в интересах республики. Ну и, конечно, затягивать в принятии решения по членам Совета Федерации ни Верховным Советом, ни вновь избранного главы региона, не нужно, потому что весь механизм должен работать. Спасибо. Пожалуйста. Валентин Олегович, мы же все прекрасно понимаем, что у гибернаторов, которые не оставлены Кремля, их дальнейшая карьера возможно на различных сценариях, да? Скажите честно, лично вы уверены, что вам удастся отработать из-за резких сроков? Если бы я не был уверен, наверное, партия бы не выдвигала моих кремлях. У нас есть... Извините, а вы приведите пример губернаторов? У нас есть прецеденты, другие губернаторы, Левченко в Иркутской области, который также не был ставленником Кремля и работает до сих пор, избран в 2015 году. Поэтому я считаю, что здесь проблемы никакой не будет. У меня есть поддержка жителей республики. У нас есть процедуры демократические, которые закреплены Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Кассия, федеральными законами. И поэтому тут проблем возникать нет и не должно. И как показывает практика, федеральный центр работает с избранными губернаторами. Спасибо. Пожалуйста. Петр Козлов, отталкиваясь от Ваших слов, потому что федеральный центр работает с губернаторами, 9 сентября были выбраны еще несколько людей, которые пошли не в Единой России, а были оппонентами. Пример Владимирской области показывает, что губернатору буквально сразу после избрания, благодаря принятию нового закона, препятствовали назначению людей в администрацию свою. Также я читал вчера буквально, что в Кабаровском крае тоже есть некая предводительница. Вы готовы к тому, что здесь в Акасии тоже будут приняты, например, по полным советам какие-то законы, которые лишат вас возможности принимать каждое решение? Второе еще уточнение. Также есть ли вероятность, на ваш взгляд, что должность руководителя республики и главы правительства могут быть разделены или нет? Ну, первое, у нас ситуация все-таки отличается от ситуации Владимирской области. И фракция Единой России в парламенте республики не составляет абсолютно большинство. И на сегодняшний день, вы знаете, у нас в Верховном Совете состоялась коалиция СЛДПР, и ситуация кардинально другая не дежит Владимирской области. Поэтому, как раз таки, мне, я думаю, будет удобнее работать с Верховным Советом, чем если бы был избран, допустим, глава в ГИМ России. Что касается второй части вопроса, о разделении полнополномочий, я озвучивал, это был предвыборный ход команды Виктора Михайловича Зимина. И, в общем-то, вы знаете, что уже буквально через пару недель этот вопрос был снят фактически и на сегодняшний день он актуальным не является. И поднимать его в Верховном Совете наша фракция не собирается. А как вы знаете, чтобы принять такие изменения, нужно две трети голосов от состава избранного депутата Верховного Совета. То есть, в принципе, на сегодняшний день мы имеем блокировочный пакет. Петр, я еще хотел бы добавить, ну, на самом деле, я думаю, что всю общественность возмутила ситуацию в Владимирской области с точки зрения ее подачи. Избран губернатор, значит, в период до вступления должности принимаются поправки в закон о необходимости согласования вице-губернаторов, заместителя губернаторов с парламентом и подписываются уже неизбранным губернатором уходящим. Вот эта вот процедура, она вызвала взмущение. С точки зрения логики у вас в Конституции Хакасии здесь совершенно четко есть норма, которая говорит о том, что назначение заместителя, первого заместителя заместителя происходит по согласию с Верховным Советом. Это нормальная процедура. Вот есть министр финансов. То есть, это нормальная процедура. Общественность должна знать, кого предлагают. Поэтому с точки зрения прохождения этой процедуры, она совершенно демократична, понятна и очень важно, чтобы был общественный контроль, потому что должности первого заместителя, председателя правительства, заместителя, министра финансов, это ключевые должности в команде, которую будет формировать Валентина Олеговича. Я думаю, тут никто не боится этого согласования, потому что, мы уверены, будут сильные, открытые личности. Если вы посмотрите по межбюджетным отношениям федерального центра с Иркутской областью, Омской областью, где губернатором является представительство «Строедливая Россия» Александр Бурков, Андрея Клычкова, Орловская область, посмотрите на участие в федеральных программах Владимирской области и Хабаровского края, то я анализировал, мне было интересно, тем более при прохождении бюджета, там нет никаких ущемлений. Там по некоторым программам эти регионы даже более представлены, чем регионы, которые возглавляют такие яркие руководители партии «Единая Россия». Поэтому вопрос о эффективности работы региональных властей, участия федерального центра в реализации этих программ, я думаю, что это все сказки, которые пытались рассказывать избирателям, что влияет на вывод. Никакого ущемления интересов Хакасии после избрания Валентина Олеговича не будет, а я думаю, что мы в целый ряд программ, в которых Хакасия не участвовала, войдем завтра. У нас есть такие возможности. Я бы еще тоже хотел добавить, в нашей программе, опять же, был пункт по повышению контрольных функций Верховного Совета. И как раз таки вот такое взаимодействие, обрабатывание «Единок» позиций со различными парками, которые поставлены в Верховном Совете, ложится вверх на нашу программную концепцию. Следующий вопрос. Пожалуйста. Можно еще один вопрос из-за многих канала из-за Александра Тимофеева. Вы не раз говорили о том, что в принципе не поддерживать идею трат власти на оригинальные СМИ. Вот что будет с телевидением и с газетами? Интересно. Да, хороший вопрос, но Вы маленько не так интерпретировали мои слова не трату на средства массовой информации, а трату на пиар, который шел в этих средствах массовой информации. То есть мы понимаем, что республиканские средства массовой информации они должны освещать жизнь республики как-то объективно, независимо, освещать все политические силы, которые в республике представлены, общественная организация, а не петь «славься, славься» одной политической силой. Вот здесь как раз таки будут кардинальные изменения. Ну и безусловно, мы проверим обоснованность расходов, то есть если были лишние, необдуманные расходы, мы безусловно сотребляем. Еще последний вопрос. Спасибо. А про инаугурацию очень тоже интересно. Привычагуринатор очень любил полученные инаугурации. Вы уже продумали? Ну, первое, я еще не мог продумывать, да, вы понимаете, что фактически за организацию вступления в должность отвечать будет уходящая власть по большому счету, потому что я приму полномочия только именно после вступления. Но, опять же, в рамках наших программных установок мы, я, по крайней мере, передам свои пожелания, времени исполняющие, чтобы затраты были минимальны. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос? Спасибо. Пожалуйста. Ну, безусловно, мы начнем с переговоров, но прежде чем вступать в эти переговоры, мы, конечно, свои, так сказать, аргументы укрепим, то есть мы соответствующие поручения дадим отраслевым министерствам и, соответственно, после этого, после анализа ситуации, о чем я, опять же, неоднократно заявлял, выйдем на эти переговоры, будем договариваться. Спасибо. Еще вопрос? Подождите, ну, вы уже задавали вопрос, давайте другим задать. Есть еще вопрос? Валентин Олегович, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Ну, что я скажу? Я расскажу ту ситуацию о республике, которая у нас действительно сложилась, мы, наверное, адресуем ему просьбу от себя, от всех жителей Хакасии помочь, чтобы федеральный центр активно подключился к разрешению, ну, и в том числе вот к ситуации с крупными корпорациями. Если вопросов больше нет, мы это завершаем пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо. Спасибо.